МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Анна Пилипец, здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове 13-летний подросток погиб, выпав из окна. 30 октября – день основания российского военно-морского флота. Быстрее, выше, сильнее. 30 октября отмечают День тренера. Далее расскажем обо всем подробно. Дачную амнистию собираются продлить до 1 марта 2031 года. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Как сообщил глава Комитета по государственному строительству и законодательству, амнистией воспользовались 14 миллионов граждан. Они в упрощенном порядке оформили права на жилые и дачные садовые дома, объекты бытового назначения, земельные участки. В течение прошедших 15 лет процедуру неоднократно продлевали и дополняли. Теперь новое продление, но, возможно, последнее. Вместе с правительством в Госдуме прорабатывают вопрос об установлении дачной амнистии бессрочно. На новом этапе вносятся кардинальные дополнения. Выяснилось, что не все жизненные ситуации были охвачены законодательными решениями. По словам Крашенникова, есть препятствия в легализации построенных жилых домов на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане, как известно, лишены и возможности оформления прав на жилые дома. С 1 ноября в России пострадавший от пандемии малый и средний бизнес сможет подать заявление на госпомощь. Это выплата из расчета 1 мрот на сотрудника. По прогнозам, помощь получат 3 миллиона человек. На эту программу правительство выделило почти 40 миллиардов. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявление в налоговую. Это можно сделать через личный кабинет, по почте или имейл. Форма заявления есть в постановлении правительства. Для вакцинации детей «Спутник Ви» будут разбавлять физраствором. Для подростков дозу препарата уменьшат в 5 раз, а для детей младшего возраста – в 10 раз. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинсбург. Вакцину для детей собираются назвать «Спутник М», где «М» будет означать «для маленьких». Пакет документов на регистрацию уже в Минздраве. Маленькие радости для врачей. Ресурсный Центр Добровольчества и Сарфотеини Яумифи объявил о старте городской акции. Это жест в поддержку медиков, которые в больницах и ковидных госпиталях жертвуют временем и силами, чтобы спасти жизни пациентов. Добровольцы будут собирать ладости в заводской упаковке – конфеты, печенье и т.д., которые затем передадут в Красную зону. Все это можно принести до 5 ноября на вахту молодежного центра. 8 ноября их передадут медикам. Подробности по телефону 99-113. За минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 802 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели еще 64 человека. Общее число зараженных за всю пандемию в нашем городе достигло отметки в 20 тысяч человек. Мальчик 2013 года рождения ищет семью. Ребенок остался без попечения родителей. Отдел опеки и попечительства Департамента образования просит откликнуться граждан, которые желают принять мальчика в семью. Для этого необходимо иметь заключение соответствующих органов о возможности быть опекуном. Подробности по телефону 955-72. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 опубликовала график работы на выходные. Поликлиника номер 1 будет работать 5-6 ноября с 8 до 16 часов. 5 ноября принимают врачи-терапевт и хирург. Работает в прививочный кабинет. 6 ноября помимо названных специалистов можно попасть также к травматологу и гинекологу. В поликлинике номер 2 в эти дни будут работать врачи-терапевты и прививочный кабинет. В детской поликлинике педиатр. Можно вызвать врача на дом. 4-7 ноября поликлиники не работают. Стоматологическая поликлиника принимает пациентов 6 ноября с 8 до 13 часов. 4-5-7 ноября работает врач-стоматолог в кабинете больничного городка. 2 ноября в некоторых домах старого района отключат отопление. Связано это с ремонтом трубопровода и демонтажом приборов учета в тепловой камере. Тепла не будет с 8.30 до 14 часов в домах по адресам Пионерская. Дома 20, 20А, 22, 24, 26, 26А, 28. Северный переулок. Дома номер 1, 4, 6, 8. Улица Харитона. Дома номер 1, 1, 2, проспект Ленина. Дома 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55 и 59. В России может появиться профессиональный праздник для преподавателей вузов. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение месяца принять документ, который установит в нашей стране День преподавателей высшей школы. Ранее Миноборнауки предлагала отмечать этот праздник 19 ноября. В качестве даты был выбран день рождения Михаила Ломоносова, с чем именем неразрывно связаны понятия высшего образования и науки в России. В Сарове 13-летний подросток погиб, выпав из окна. По предварительным данным, в ночь на 30 октября двое подростков находились на карнизе открытого окна в квартире на седьмом этаже дома по улице Бессарабинка. Один из них, не удержав равновесия, стал падать. Друг попытался его удержать, но в итоге оба подростка упали на землю. Один из них скончался от полученных телесных повреждений. За жизнь второго продолжают бороться врачи. Дело передано в Следственный комитет. Ведется проверка. Кроме того, двое молодых людей погибли 31 октября, вероятно отравившись угарным газом в гараже. Еще один мужчина, который был с ними в тяжелом состоянии, госпитализирован. В 430 тысяч рублей оценили ущерб сотрудники одного из строительных магазинов. Оттуда неизвестный похитил товары и материалы в период с января по август. Полицейские изъяли записи с камеры видеонаблюдения, ведут проверку. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Вечером около дома 53 на улице Садовой водитель автомобиля БМВ сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП он получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Еще одного пешехода сбили на улице Московской, 29. Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался. ДТП произошло также в вечернее время суток. Водитель автомашины Ниссан сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 11 ДТП с материальным ущербом и выявили 75 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Четырех автомобилистов задержали в состоянии алкогольного опьянения. 12 человек не заплатили административный штраф в установленный срок. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Дату 30 октября принято считать днем основания российского военно-морского флота. В нашем городе людей, которым довелось проходить службу под парусами, объединяет общественная организация ветеранов УМФ имени Федора Ушакова. Ее силами в Сарове был создан уникальный музей. В этом году общественная организация ветеранов военно-морского флота Сарова отмечает свое 17-летие. Члены организации ведут активную работу по сохранению истории нашей страны. Так, в 2011 году возник музей военно-морской славы. Идейный вдохновитель, создатель и хранитель музея, капитан второго ранга запаса Сергей Михайлович Яковлев. Это сегодня он уже такой зрелый, известный, далеко за пределами нашего города. Хотя, вы знаете, наш город совершенно не морской. Тем не менее, военно-морская слава и история у нас очень богата. И как раз наш музей был создан для того, чтобы именно собрать, воплотить в жизни, показать жителями, гостям нашего города историю страны, историю флота. Выставка музея – это уникальные фотографии, личные вещи моряков и спецкостюмы, модели лодок и кораблей. Особая гордость – передвижная экспозиция, которая рассказывает о личности адмирала Федора Ушакова, его жизни и подвигах. Еще несколько лет назад выставка состояла всего из нескольких стендов. Сейчас же экспонатов с каждым днем становится все больше. А музей военно-морской славы пользуется популярностью и в других городах России. Мы очень горды, что начиная с 2017 года мы являемся единственной общественной организацией, музеем, который приглашается для участия в праздновании или проведении главного морского парада военно-морского флота в городе Санкт-Петербурге, в Кронштадте, тоже 5 лет подряд. Главная фишка музея – в его интерактивности. Взрослые дети могут не только потрогать экспонаты руками, но и примерить мундир и фуражку, постоять за штурвалом корабля, ударить в судовой колокол. Все подробности по посещению музея можно узнать по телефону 8-910-127-1949. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 1 ноября в мире отмечают День вегана. Веганство – строгая форма вегетарианства, где полностью исключены все продукты животного происхождения. Также настоящие веганы не носят одежду из меха, шерсти, кожи. Выступают против любых опытов и развлечений с участием животных и не пользуются продуктами, которые на них тестировались. Сложно ли этим людям жить в современном мире и не вредит ли подобная диета здоровью – расскажем далее. К вегетарианству Елена Копейкина пришла благодаря своей профессии. Около 8 лет назад девушка познакомилась с йогой. В скором времени решила превратить хобби в работу и поехала учиться. Меню на курсах от шеф-повара о юрведической кулинарии кардинально отличалось от привычного и потрясло Елену. Вернувшись домой, она решила применить новое меню в обычной жизни, но столкнулась с рядом трудностей. Я достаточно долго это практиковала. Единственное, то, что было тяжело, моя семья не ела то, что ела я. Я обратила внимание, что я постоянно жую, я не выхожу с кухни, я постоянно готовлю. То есть это отнимает достаточно много времени. Но то есть это такой, я думаю, что это был такой определенный переходный период. Повторять в точности рецепты опытного повара также оказалось непросто. Отказаться от мяса и рыбы для Елены было легко, так как она никогда их особо не любила. Несколько месяцев девушка практиковала вегетарианство, пока не заболела ОРВИ. Обычная простуда все никак не уходила, и она обратилась к доктору. Специалист помог ей определиться с рационом питания, полезным для здоровья, которого Елена придерживается до сих пор. Не нужно себя ограничивать только овощами и фруктами. Не нужно себя полноценного питания лишать. И чтобы была все-таки еда более сбалансированная, чтобы не было проблем со здоровьем. Причем был же резкий такой переход. Достаточно вот этого небольшого куска красного мяса в неделю. Сейчас свой рацион Елена выстраивает по принципу интуитивного питания. Девушка научилась слышать свой организм. Настоящим вегетарианцем назвать себя не может, поскольку редко, но все же ест мясо. А для людей, которые только планируют изменить свой рацион, советуют делать это вдумчиво и не насиловать свой организм запретами. Специалист-диетолог также считает, что переход к вегетарианству должен быть осторожным. Вот прям идеальная картинка у меня в голове, это когда человек, который хочет отказаться от мяса, допустим, приходит к специалисту, например, к диетологу, да, и говорит, я хочу отказаться от мяса, как мне это сделать? И тогда человек, специалист по питанию вам все распишет. Потому что, не будучи человеком с образованием, очень сложно составить свой грамотный рацион. Сыроедение и веганство, то есть полный отказ от животных белков, считают опасным видом питания, так как неподготовленному организму он может нанести существенный вред. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 30 октября в России отмечают День тренера. Этот праздник – повод еще раз поблагодарить тех, кто прививает нам тягу к здоровому образу жизни, учить не пасовать перед трудностями, воспитывать самообладание, стремиться к совершенству. Трус не играет в хоккей. Кажется, что кататься на льду и забивать шайбу в ворота не так-то и сложно. Но на самом деле хоккей – это спор для смелых и мужественных. Дмитрий Безруков занимается хоккеем с самого детства. На протяжении 20 лет он стоит на воротах и помогает своей команде выигрывать. Чтобы не пропустить шайбу, вратарь должен хорошо подготовиться, быть внимательным, сосредоточенным и хладнокровным, а также уметь анализировать ход игры. Характер, психология, ну не паниковать, не бояться ничего. Конечно, внимательность, реакция, растяжка – это все, конечно, все постепенно. Но я думаю, все зависит от человека в первую очередь. Как бы желание исходит, что все будет получаться. Тренер играет очень важную роль в мужском коллективе хоккейной команды. Это второй отец для спортсменов. Он направляет и мотивирует своих подопечных. Всегда держит руку на пульсе и не упускает из виду ни одной детали. Хотя в хоккее все по-мужски и по-серьезному, тренер всегда поддержит команду в трудные минуты. Передаешь навыки, воспитываешь детей, хочешь им что-то довести, что тебе не додали. То есть вкладываешь душу, ну не знаю, растишь талантов. Есть талантливые мальчишки даже здесь, в Сарове, которые, ну, я думаю, что готовы выстрелить. Люблю это дело. Это мое любимое дело. Я с трех с половиной лет занимаюсь спортом. Свои профессиональные праздники тренер и вратарь отметили на льду. Хоккейный клуб Саров сыграл с командой выпускников спортивной школы. Хочу поздравить всех тренеров с праздником. Растите, бдите, любите ваш вид спорта. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин